Борьба с бедностью станет одним из основных приоритетов нового правительства, считает Владимир Путин. В ближайшие 6 лет уровень бедности в России должен снизиться как минимум вдвое, заявил президент в ходе послания Федеральному собранию. При этом бюджетные расходы существенно вырастут, в том числе на здравоохранение и демографические меры. Россия должна уверенно войти в клуб стран 80+, где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, Франция и Германия, заявил Путин. Власти республики намерены расширять работу по трудоустройству местных жителей, заявил глава республики Егор Борисов. Здесь ведется очень большая организационная работа со стороны госкомзанятости. Реализуется проект «Местные кадры промышленности». Проводятся регулярные встречи с руководством таких компаний, как «Колмар», «Сургутнефтегаз», «Транснефт». С учетом наших требований были поставлены определенные условия. Считаю, что руководство госкомзанятости и правительство Якутии установили контакты в вопросах трудоустройства наших людей с соответствующими компаниями. Россия в 2018 году не будет занимать больше, чем планировалось, сообщил министр финансов Антон Силванов. Вместо этого Минфин намерен предпринимать макроэкономические меры стабилизации экономики. «В первую очередь мы должны переструктурировать объем действующего бюджета на новые приоритеты – человеческий капитал, здравоохранение, образование и инфраструктуру. Все эти направления должны обеспечить более высокие темпы роста – 3,7-3,8», – подчеркнул Силванов. Напомним, в 2018 году у Минфина предусмотрено только 3 млрд. долларов внешних заимствований в виде евробондов и 800 млрд. рублей на внутреннем рынке. Еще одно важное заявление федерального Минфина. Ведомство рассчитывает на изменения в налоговой системе страны в весеннюю сессию Государственной Думы. При этом размер налога на доходы физических лиц НДФЛ, сейчас он составляет 13%, менять не планируется. Напомним, что на днях, выступая на коллегии Федеральной налоговой службы, первый вице-премьер России Игорь Шувалов сообщил о намерениях модернизировать налоговую систему в России. Однако, при этом не предполагается значительных изменений в налоговое право. Мнение специалистов о том, когда ставка по ипотеке в России снизится до 7% годовых, разошлись. Напомним, что снизить среднюю ставку по ипотеке до 7-8% вчера призвал в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Так, гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник сообщил, что ставка по ипотеке в России снизится до 7% годовых в течение следующих двух лет. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что процентная ставка по ипотеке в 7% годовых будет достигнута, но при этом не назвал сроков. А помощник главы государства Андрей Белоусов назвал датой достижения цели 2024 год. Статистика свидетельствует, что в 2001 году по всей России было выдано 4 тысячи ипотечных кредитов, в 2017 году около 1 миллиона. По данным Центробанка, в 2017 году объем выданных ипотечных кредитов увеличился на рекордные 37% в годовом выражении. Общая сумма превысила отметку в 2 триллиона рублей. Количество взятых ипотечных кредитов в стране в прошлом году приблизилось к миллиону и к концу текущего года превысит 1 миллион 300 тысяч. Что касается ставки, то в декабре прошлого года по рублевым ипотечным кредитам ее размер опустился ниже 10%. Якутия получит 1 миллиард 170 миллионов рублей из федерального бюджета на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Распоряжение о выделении на эти цели 49 миллиардов рублей между регионами подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Республика значится среди получателей самых крупных трансфертов из этой суммы. Средства будут предоставляться в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета бюджетом субъектов Федерации на финансирование создания в регионах дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Говорится в пояснительной записке к распоряжению. 1 марта в России вступил в действие второй этап налоговой амнистии. Россиянам простят долги по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу. Но только те долги, которые образовались по состоянию на 1 января 2015 года. Индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам можно не платить недоимки по страховым взносам во внебюджетные фонды, а также долги по пеням и штрафам за них. Здесь срок давности еще меньше. 1 января 2017 года. Долговая амнистия затронет порядка 42 миллионов человек. Общий объем прощаемой задолженности 41 миллиард рублей. Республиканская лизинговая компания будет создана до 1 сентября текущего года на средства, выделяемые федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом сказал министр инвестиционного развития Якутии Антон Сафронов на своей официальной странице в социальных сетях. Корпорация провела конкурс по своей программе льготного лизинга оборудования среди субъектов Российской Федерации. И Якутия прошла отбор. По словам Сафронова, индивидуальные предприниматели смогут на льготных условиях приобрести в лизинг высокотехнологичное и инновационное промышленное оборудование, а также оборудование в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Стоимость этого оборудования от 5 до 200 миллионов рублей, сказал Сафронов. Максимальная конечная ставка по лизингу оборудования импортного производства составит 8% годовых, отечественного производства 6% годовых. Срок договора лизинга до 60 месяцев. Японский банк международного сотрудничества заинтересован проектом перевода транспорта в Якутии на газомоторное топливо. Представители банка побывали в Якутске с рабочим визитом и провели первые переговоры с властями республики. Как сообщалось ранее, японских инвесторов также интересуют проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в аграрном направлении. Курс рубля по отношению к мировым валютам в марте, по мнению финансовых аналитиков, будет относительно стабилен. Колебания в ту и другую сторону возможны в пределах рубля или полутора рублей. Сезонной динамики не ожидается и после выборов президента. Кроме того, на 23 марта запланировано заседание Банка России по ключевой ставке. И если рынок будет находиться в ожидании дальнейшего ее снижения, то это также подогреет интерес к рублевым активам. Официальный курс доллара на 2 марта составляет 56 рублей 43 копейки, укрепление на 6 копеек. За 1 евро дают 68 рублей 88 копеек, ослабление на 2 копейки. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. ! 10-10 Detail 3 4 5 4 6 6 7 8 8 9 7 10 10 9